Всем привет, дорогие друзья, зрители моего канала и любители анимации. Да, я знаю, что многие из вас ждут рубрики «Ответ на вопросы», но сегодня я вас буду мучить очередной теорией. А дело в том, что недавно пересматривал клип «Прощай», и тут мне в голову пришла одна мысль. А почему же Херабрин не убежал, не телепортировался, хотя мог? А вы просто посмотрите на этот жалкий взгляд. Мне кажется, тут есть два варианта, почему он так сделал. Первое, это то, что он симп и не может драться с девушками. А второе, что он знаком с Церис и, скорее всего, они либо родственники, либо даже брат и сестра. Но для того, чтобы доказать или опровергнуть эту гипотезу, мне нужна личная информация о обоих персонажах. Для этого я попросил своего друга Вову взломать их странички в соцсетях и всё разузнать. Но если серьёзно, то давайте прямо сейчас и попробуем разобраться в происхождении Церис и Херабрина. Ну, думаю, про Херыча тут и говорить нечего. Он типа брат Нотча, который участвовал в создании этого мира. Но, возможно, в каноне Реаниматора он играет другую роль. Но для того, чтобы нарыть информации про происхождение Церис, мне пришлось чуть ли не пересмотреть все анимации Реаниматора заново. И я зацепился за то, что она там главная, несмотря на то, что она даже не относится к роду Эндерменов. А следовательно, она либо обманом захватила трон, либо вообще создала весь этот мир. Так, давайте вспомним мою теорию, которую рассказывал ещё очень давно. Про то, чем же является этот самый Эндеркрай. Я нашёл более 10 доказательств того, что Эндермир — это атом неона. Как бы абсурдно на первый взгляд это не звучало. И да, в принципе, вы не сможете опроверить мою теорию, потому что ещё никто не бывал на атоме и не знает, как на самом деле там всё происходит. И портал в край буквально уменьшает тебя до такого состояния, что ты попадаешь идеально на этот мелкий атом. А если она произвела так называемый терраформинг, то какой силой? Ведь мы можем видеть, что этот край заметно отличается от Эндермира, который есть в Майнкрафте. А следовательно, мы делаем вывод, что либо она делала это вместе с командой, либо она и правда имеет какие-то могущественные силы, о которых мы не знаем. Ну а раз Херобрин удивился их встрече, значит они были знакомы. И раз он не захотел с ней драться, они были друзьями. И если Нотч создал этот мир, то мне кажется, он сделал это всё не один. Да, понятно, что Херобрин был его братом и помогал ему, но мне кажется, что тут было что-то вроде элементалей, которые создавали отдельные части своего мира. И возможно, что кто-то создавал Незер, кто-то работал с Нотчем над поверхностью и людьми, а Церис занимался в это время созданием Эндермира и его терраформингом. А следовательно, не побоюсь предположить, что и Церис, и Херобрин были тут ещё до появления мира. И были его создателями. Ну а после Херобрин решил пойти против Нотча, потому что, скорее всего, у них там были разногласия, потом всякие предательства, и что-то в этом духе. Самого Нотча вы в этой анимации не видели и не увидите, но по-другому вы не сможете объяснить его происхождение. Так что, допустим, что он всё-таки был. И допустим, что Херобрин и Церис ровесники, раз она не постарела за всё то время, что была стражем Эндермира. Но хотя мы, в принципе, не знаем. Из-за чего же я решил, что она всё-таки не постарела, а не просто сейчас она молодая и занимает свой порст. Дело в том, что её дружок, Вордус, она разговаривает с ним так, как будто он её слуга, братик или дружок. Но я бы не сказал, что он её дедушка, папа, судя по манере тона в том же Вишинг Дэд. И я делал вывод, что Вордус был знаком с ней ещё в молодости, ну а после он постарел успешно и стал таким дедом Эндерменом, а она осталась такой же молодой, как и во время создания этой вселенной. Мой друг Грит Йорк сообщил, что хочет сделать теорию про Нула. И, возможно, Нул является элементалём, создавшим Незер. Мы, правда, не знаем, но, возможно, что-то подобное и будет в его следующей теории. Так что обязательно ждите её. Ну, судя по моим догадкам, Херабрин и Церис и правда являлись создателями этого мира. И после они на долгое время разлучились, но на самом деле Херабрин в душе любил её, как сестру, как подругу, а может и больше. Но она же, в свою очередь, решила, что раз он перешёл против Нотча, значит, его надо устранить. И не было ни капли жалости в её душе. К своему брату. Ну, или просто коллеге. И я думаю, что на этом нашу теорию, или сразу несколько теорий, можно закончить. Ибо я рассказал вам всё, что хотел. Накопал кучу информации. В основном тут были чисто мои догадки и теории. И если вам понравилось видео, то поставьте лайк. И напишите в комментариях своё мнение по этому поводу. Как вы считаете? Может, у вас тоже есть своя теория? Если же вы хотите опровергнуть мою, то я только за. Но только вам тоже нужны факты. И логика. Иначе же не принимается. Спасибо за внимание. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»